Всем привет! С вами снова Микс и это мой детектор по Minecraft версии 1.2.5. И в этом туториале я хотела бы рассказать про секретную дверь. Но эта дверь необычная, как все остальные, потому что все остальные двери активируются рычагом, плитой, ну или кнопкой. Ну, некоторые двери активируются детектором движения, но об этом детекторе я хотела бы поговорить в следующем туториале. Ну так вот, в этом туториале буду рассказывать про вот эту дверь. Сейчас вы ее видите, но так как она самая незаметная, то никакого рычага вы здесь не увидите. Вот вы видите обычные стены, здесь такая, такой проем, даже можно его сделать покороче, вот так. Два блока в длину-высоту и один блок, ну и один блок. Вот. Мы заходим в него, ничего такого, и здесь открывается поршень и нас выкидывает, ну, падает в секретную комнату, где у нас тут сундук, печки, ну или можно спрятать сундуки с алмазами, ну, секретная кладовка, комната и так тому подобное. Ну и выход в нее тоже можно как-нибудь засекретить. Но сейчас не об этом. Сейчас о двери. Как же она, как же она работает? Здесь все очень просто. Здесь просто, когда мы... Сейчас я сломаю, покажу. Когда мы... Так, вот. Когда мы заходим в... Так как в Майнкрафте есть такой баг с майн-картами, то есть с... С вагонетками, то что они просачиваются сквозь стену, то мы делаем такой проход. Здесь мы ставим рельсы и вагонетка. Вагонетка, она получается в стене. Мы просто заходим в нее, она откатывается на нажимную... Сейчас еще раз покажу. Она откатывается с нажимной плиты, поршень отодвигается и открывается проход. Сейчас покажу, как же построить это. Хотя многие уже, наверное, конь. Делаем вот такой вот проем. Его можно сделать сколько хочешь блоков, но самое главное, чтобы у вас снова это... Это два блока высоты. Теперь мы ставим раз-два-четыре. Раз-два-четыре. Мы ставим вот так вот. Здесь мы ставим нажимную... Нажимную рельсу. Здесь мы ставим обычную, здесь мы ставим ускоряющуюся. И вот здесь мы делаем вот так. Поломаем вот этот блок. Ставим здесь блок. А вот под этот блок, чтобы работала электрическая рельса, мы ставим факел. Теперь мы ставим вагонетку. И она так здесь, рельсы ускоряющуюся, она сразу, ну, падает в стену. Теперь проводим... Вот видите, уже она, ну, лагонетка как-то так, как на этом, редстоун, как бы, активен. Теперь мы проводим... Здесь тоже нужно пробить стену, чтобы спрятать наш поршень. Здесь мы ставим блок. Ну, можно вот здесь. Здесь мы прокатываем какую-нибудь дырку и делаем там проход. Здесь мы делаем стену. Вот, мы сделали стеночку. И проводим тут штангу. Здесь я советую поставить репитер, потому что не хватает, ну, у меня лишь не хватило. И смотрим, как же это работает. Вот, извиняюсь. Мы двигаем вагонетку. Она отъезжает с нажимных рельс, точнее, с рельс и детектор. Она попадает на электрические рельсы, попадает на рельсы, ударяется облок и возвращается назад. То есть вот эта конструкция, ее можно сделать больше, но это зависит от задержки. Если вы не хотите большую задержку, то вот этот вариант вам подойдет. Если же вы хотите задержку побольше, вы можете продлить, чтобы там, не знаю, сколько-нибудь секунд это все было. Это можно все рассчитать. Ну, или можно просто поставить юпитер и какую-нибудь задержку на него. Ну, я думаю, этот механизм будет понятен. Он очень несложный. Поэтому всем пока. Ставьте пальцы вверх, комментируйте. Всем пока. Продолжение следует...